Продуктовые и сельскохозяйственные рынки возобновили свою работу по особому графику, который действует с 20 апреля по 1 мая. Работать они будут три раза в неделю. Это пятница, суббота и воскресенье. Такое решение было принято в соответствии с распоряжением ИО президента страны Валерия Бганба об изменениях ограничительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции. По словам ИО главы Сухума Канакварчи, изменения утверждены согласно нормам, установленным санитарно-эпидемиологической службой. По его мнению, выходные дни самые удобные для населения. В пятницу, грубо говоря, субботу, воскресенье мы предоставляем возможность людям, в принципе, там они запасаются на 3-4 дня, не на месяц, не на год. Через день это все-таки, здесь вот скруппироваться нужно. И тем же силовым структурам тоже будет легче. Они будут знать, что в пятницу, грубо говоря, субботу, воскресенье надо заниматься именно этим вопросом. Именно не работают. Есть же все-таки люди, которые у нас работают, поймите, и потому желательно их оттянуть на выходные дни. Определить работу рынка именно на выходные дни необходимым считает и директор учреждения Алхаз Гурголия. По его словам, работа через день очень сильно повлияет на торговцев, так как скоропортящиеся продукты не удается сбыть за один день. Дезинфекция всей территории рынка будет проводиться после рабочего дня. Мы знаем с вами, что мы можем и работать, и дезинфицировать все одновременно. То есть рынок до обеда работает, после обеда мы можем. То есть по мне так мы можем и каждый день работать. Но раз уже есть такое распоряжение, давайте тогда уже сдвинем на конец недели. Под пятницей, там, суббота, воскресенье, допустим, если это будут рабочие дни рыночные, а другие дни будем закрыты, не нарушая распоряжение. На совещании с начальниками управления городских служб и угловой администрации Сухума Ангварчи отметил, что по-прежнему запрещено проведение культурно-массовых, спортивных, развлекательных, выставочных мероприятий до 1 мая. До этого же числа закрыты все рестораны, кафе, пацхи, закусочные и иные объекты общественного питания. По словам мэра, запреты будут действовать до конца месяца. Решение необходимости продления карантина будет рассмотрено позже. При этом мэр Сухума отметил, что по-прежнему в штатном режиме работает управление коммунальных служб и соцобеспечение. Их работа важна, так как остановить уборку улиц и всего города в целом невозможно, сказал Кангварчи. Касаемо коммунальных служб, постарались все оплачивать. Какую-то часть вы уже получили, правильно? Завансирование было. Завансирование было. Честно говоря, вашу работу оставлять нельзя, потому что, кроме того, что есть проблема с ковидом, самитарное состояние города не менее важно. Сегодня уже начались теплые дни. Если мы, мусорники, заполненные со спытовыми отходами, это тоже антисанитария. Мы это не можем позволить. Школьные и дошкольные учреждения начнут свою работу уже с 4 мая. Об этом заявила начальник управления образования города Сухума Людмила Адлиба. До этого периода необходимо провести дезинфекцию всех школ и детских садов. С такой просьбой она обратилась к главному санитарному врачу города Али Миляевой. На совещании обсуждались и другие вопросы, в частности, касающиеся работы коммунального управления столицы. Сарья Смур, Абазат ТВ.